Зачастую расстояние между космическими объектами настолько огромно, что с трудом воспринимается человеческим разумом. Порой даже свету требуется тысячи лет, чтобы преодолеть его. Однако среди множества звездных систем, разбросанных по просторам Вселенной, есть лишь одна, которую можно назвать ближайшей. Сразу три светила, связанных невидимыми нитями гравитации, находятся сравнительно недалеко от нас по космическим меркам, а значит, неизбежно привлекают к себе самое пристальное внимание. Так что же из себя представляет система Альфа-Центавра? Вот уже около сотни лет Земля испускает в космос огромное количество структурированных радиосигналов. Радиошум с Земли уже давно достиг десятков других звездных систем, включая Арктур, расположенный в 37 световых годах от нас, или Альдебаран, расстояние до которого составляет около 65 световых лет. Кроме того, сигналы от нашей планеты могут быть услышаны на поверхности большого числа потенциально обитаемых экзопланет, например, РОС-128Б или ГЛИЗЕ-667ССИ. Однако тройная система Альфа-Центавра остается ближайшей звездной соседкой Солнца, а значит, является самым очевидным кандидатом на первый межзвездный перелет. Известно, что Альфа-Центавра представляет собой кратную звездную систему, состоящую из трех компонентов. Два самых крупных из них расположены сравнительно близко друг к другу и невооруженным глазом видны как единый источник света. Они вращаются вокруг общего центра масс по слабо вытянутым эллиптическим орбитам, делая полный оборот примерно за 80 лет. При этом максимальное расстояние между светилами может достигать 35 астрономических единиц, в то время как минимальное составляет около 11,2 астрономической единицы. В свою очередь, дистанция между Солнцем и данными объектами равна примерно 4,36 светового года. Самый массивный, крупный и яркий компонент системы носит название Альфа-Центавра-Эй. Он представляет собой светило главной последовательности, масса которого примерно на 8% превышает Солнечную, а радиус составляет около 1,22 от аналогичного параметра нашей звезды. Несмотря на то, что температура поверхности и спектральный класс Альфа-Центавра-Эй близки к Солнечным, она испускает в полтора раза больше световой энергии, чем наша звезда. В настоящее время в окрестностях данного светила не найдено подтвержденных экзопланет. Однако в 2021 году в ходе наблюдения за звездой в инфракрасном спектре были обнаружены свидетельства потенциального присутствия планетоподобного объекта. По предварительным расчетам его масса лежит в пределах от 9 до 35 масс Земли, а размеры составляет от 3,3 до 7 радиусов нашей планеты. Гипотетическое небесное тело удалено на расстояние в 1,1 астрономической единицы от материнской звезды и делает полный оборот вокруг нее примерно за один год. Эти данные требуют проверки в ходе дополнительных наблюдений, которые могут быть произведены орбитальным телескопом Джеймс Уэбб или наземными обсерваториями. Второй компонент системы называется Альфа Центавра Би или Талиман, и он также относится к объектам главной последовательности. Однако его масса меньше солнечной примерно на 10%, а радиус составляет около 0,86 аналогичного параметра нашей звезды. К тому же данное светило немного прохладнее Солнца. Температура его поверхности составляет около 5260 кельвинов или чуть меньше 5000 градусов Цельсия. Сочетание этих факторов приводит к тому, что небесное тело имеет оранжевый цвет, а его яркость в среднем вдвое меньше, чем у нашей звезды. При этом по сравнению с другими объектами своего класса Альфа Центавра Би излучает гораздо больше энергии в рентгеновском диапазоне. К тому же светило отличается неспокойным характером, и его поверхность периодически порождает яркие вспышки и выбросы. Подтвержденных экзопланет возле данной звезды также не обнаружено. В 2012-м на основании анализа собственного движения светила в течение четырех лет группой астрономов из Женевской обсерватории было высказано предположение о существовании очень близкой к нему планеты с периодом обращения порядка 12 дней и радиусом чуть меньше земного. Однако три года спустя в ходе дополнительной проверки было обнаружено, что при обработке данных была допущена математическая ошибка, и существование планеты было опровергнуто. Третий компонент системы значительно отличается от своих компаньонов. Он представляет собой красный карлик массой около 12% от Солнечной и размером примерно в 7 раз меньше Солнца. Температура его поверхности лишь немного превышает 3000 Кельвинов, а светимость составляет мизерные 0,17% от аналогичного показателя нашего светила. Из всех компонентов системы Альфа-Центавра именно этот тусклый космический объект, расположенный на расстоянии в 4,25 светового года, является ближайшей к Солнцу звездой. Благодаря данному факту, небесное тело получило название Проксима-Центавра, которое в переводе с латыни означает «ближайшая». К тому же дистанция до объекта постепенно сокращается и через 26700 лет составит чуть больше трех световых лет. Тем не менее, из-за крайне малой яркости данная звезда не видна с Земли невооруженным глазом. Проксима заметно удалена от двух других компонентов в своей звездной системе. В настоящее время это расстояние составляет около 13000 астрономических единиц или 0,21 светового года. Однако в течение ближайших 300 тысяч лет оно постепенно сократится до 4100 астрономических единиц. Полный же оборот вокруг общего центра масс светила совершает за 547 тысяч лет. В отличие от своих более крупных соседей, система Проксима Центавра содержит две подтвержденные экзопланеты, а также как минимум один гипотетический объект. Кроме того, исследование светило в инфракрасном диапазоне позволило высказать предположения о наличии пылевого кольца и, вероятно, множество мелких небесных тел, таких как астероиды или кометы. Первая планета системы под названием Проксима Центавра Би была обнаружена в 2016 году методом радиальных скоростей. Спустя 4 года, в 2020 году, ее существование было подтверждено спектрографическими исследованиями с помощью самого большого в мире наземного телескопа ВЛТ. Согласно уточненным данным, экзопланета расположена приблизительно в 0,05 астрономической единицы от материнского светила и делает полный оборот вокруг него примерно за 11 земных суток. Расчеты показывают, что ее масса превышает земную на 10-20%, а радиус составляет порядка 1,3 от радиуса Земли. Согласно результатам математического моделирования, Проксима Центавра Би получает примерно в полтора раза меньше тепловой энергии от своего светила, чем Земля от Солнца. Ее средняя температура составляет 234 Кельвина или минус 39 градусов Цельсия, а значит, в некоторых регионах планеты гипотетически может существовать жидкая вода. Однако по причине экстремальной близости к звезде небесное тело, скорее всего, находится в приливном захвате, следовательно, постоянно повернуто к светилу одной стороной. Плотная атмосфера могла бы сгладить неизбежные в подобных условиях перепады температур. Однако Проксима Центавра, как и многие другие красные карлики, часто демонстрируют мощные выбросы звездного вещества и вспышки ионизирующего излучения. Предполагается, что подобное активное светило постепенно уничтожает атмосферу на ближайших объектах. Мощное магнитное поле, окружающее планету, могло бы стать защитой от разрушительного процесса, но вероятность того, что Проксима Центавра Би обладает им, крайне мала. В 2020 году было доказано существование второй планеты в данной системе. Космический объект, названный Проксима Центавра Си, отделяет от центра системы около полутора астрономических единиц, а его орбитальный цикл составляет чуть более пяти лет. Масса объекта лежит в пределах от шести до восьми земных, а радиус пока не определен. В зависимости от его величины данная экзопланета может быть отнесена к классу мини-Нептунов или суперземель. По причине большого расстояния от материнской звезды температура Проксима Центавра Си крайне низка и составляет около 39 Кельвинов или минус 234 градусов Цельсия. Также, согласно некоторым наблюдениям, планета может иметь систему колец размером около пяти радиусов Юпитера. Кроме того, из анализа последних данных телескопа VLT предполагается наличие очень маленькой экзопланеты массой порядка 0,25 земной, расположенной на расстоянии около 0,29 астрономической единицы от материнской звезды. Если она действительно существует, а не является ошибкой измерения, то год на планете должен длиться около пяти земных суток, а температура поверхности достигать 360 Кельвинов или 87 градусов Цельсия. Однако реальность данного космического объекта остается под большим вопросом и требует дополнительных подтверждений. Альфа Центавра слушает наши радиосигналы уже более ста лет. Однако преодолеть разделяющие нас 40 триллионов километров космической пустоты пока невозможно. Свету требуется для этого более четырех лет, однако людям в настоящее время остается только мечтать о подобных скоростях. Даже самым быстрым современным космическим кораблям пришлось бы провести в пути десятки тысяч лет. Однако использование прогрессивных технологий позволило бы в теории существенно сократить этот срок. Начиная с самой заре освоения космоса было создано множество проектов кораблей, гипотетически способных преодолеть межзвездные расстояния. Однако ни один из них так и не был реализован на практике. Большая часть этих миссий была забыта, но одна действует до сих пор. Речь идет о программе под названием Breakthrough Starshot, которая предполагает отправку к Проксиме Центавра целой тысячи микрозондов уже в первой половине этого века. Их размер составит не более сантиметра, а для доставки планируется использовать тонкий и прочный парус, разгоняемый импульсами сверхмощного наземного лазера. Согласно расчетам, межзвездный зонд покинет солнечную систему со скоростью порядка 20% от световой, а общее время в пути составит около 20 лет. Еще почти пять лет потребуется, чтобы данные, собранные миссией, достигли Земли. Пускай достижения дальних звезд нам пока не под силу. Мы можем за ними наблюдать. Помимо Джеймса Уэбба, уже передающего на Землю первые данные с орбиты, уже в 2023 году планируется запуск орбитального телескопа Талиман. Несмотря на то, что данный исследовательский комплекс уступает Уэббу по своим техническим характеристикам, его преимуществом является специализация на Альфи Центавра и ближайшие к ней звездам. Несмотря на все сложности, тайны Вселенной постепенно открываются перед нами, а космос становится ближе с каждым днем. И услышимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова